МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примерно половина всего времени вчерашнего оперативного совещания в правительстве были посвящены восторгу от трехдневного форума «Россия-Беларусь», который прошел в Уфе. Известно, что для уфимцев этот форум обернулся чудовищными неудобствами с транспортом и логистикой, поэтому, видимо, Радифоритович решил, как говорится, закрепить успех. Хабиров отдельно заявил, что, цитирую, «отношения с Беларусью – это не экономический проект. Видимо, заранее отметая вопросы населения о том, чем, собственно, нам все это обернется, все вот эти чудовищные суммы, истраченные на форум, и те неудобства, которые пришлось терпеть. Я только хочу сказать, что отношения с Беларусью для нас – это не экономический проект. Это проект совсем других, более широких измерений. С замиранием голоса Радифоритович рассказал о том, что форум приветствовал настоящий Лукашенко и одна из модификаций Владимира Путина. В народе эту модификацию называют «Удмурт». Почему-то Путин даже упомянул грядущий день республики, хотя день республики в Башкирии отмечается осенью. Поблагодарить всех организаторов и участников форум-регионов за проделанную работу, которая, повторю, послужит делу дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия России и Беларусь. Маргарита Булычева, уставшая, но счастливая, отчиталась о том, что площадки форума посетило примерно 100 тысяч человек, но это по ее подсчетам. Гостей съехалось, конечно, несколько меньше, чем планировалось. Губернаторов и вовсе приехало половина от запланированного, но все равно было весело. А главным гостем форума, конечно, была Валентина Ивановна Матвиенко с великолепными зубами, стоимостью в годовой бюджет среднероссийского города. Ходила она то в кроссовках, то в туфлях, но, в общем, чудесным образом украшала этот праздник тщеславия и гостеприимства. Вместо открытия завода «Амкадор» в рамках форума открыли хоспис, а еще к достижениям форума добавили открытие пары магазинов белорусской одежды. Важным деловым итогом посчитали вывод на рынок Беларуси стирального порошка из прошлого, той самой «Зифы», производство которой возобновилось на БСК. К примеру, на стенде башкирской содовой компании презентовали партнерам из Беларуси серию моющих средств под брендом «Зифа» и «Коль», «Луч» и «Тоби Китс». Сегодня мы уже работаем и в планах полноценный выход на рынок Республики Беларусь. Ну, видимо, ожидаем реинкарнации пылесосов «Ракета» и «Бритфагидель». Всего на форуме, по утверждению Болочевой, было подписано 100 соглашений о сотрудничестве и намерениях на общую предполагаемую сумму 110 миллиардов рублей. Из них Республика Башкортостан, кстати, заключила 47 соглашений. Все эти соглашения вовсе не бизнес-соглашения, это просто некие протоколы о намерениях, что неплохо бы тут, значит, что-нибудь посеять, неплохо бы здесь что-нибудь построить и так далее, и так далее. Просто они ловко суммировали цифры предполагаемых капиталовложений и теперь преподносят это нам как некий итог этого форума. Но напомню, что Радий Фаритович заявил, что вообще вот эта вся история с Беларусью – это вообще не про экономику, это вообще просто про дружбу и в основном про политику. Отдельно надо отметить, что символом форума стал перламутровый зубр с оскорбительной кличкой «Башкоренок», вывешенный в виде золотой подвески, очень распространенный среди путан Лас-Вегаса. Ну вот есть такой обычай, да, вот чтобы девочек не перепутать, в Лас-Вегасе их маркируют вот такими вот подвесочками. Там Люси, здесь Джейн, а вот здесь у нас Башкоренок. Я предлагаю, знаете, если у вас будут предложения, потому что мы очень верим, что у нас появится первый зубрёнок. Значит, рабочие ему имя пока придумали Башкоренок, но если у вас будут какие-то предложения, я буду рад их принять. Вообще вот эта деталь, конечно, глубоко оскорбительная. Я не понимаю, почему Ради Фаридович вовремя не отказался от своей идиотской мысли назвать зубра вот таким образом, но ассоциация национальной принадлежности с животным, тем более привозным, как-то вообще выглядит неаппетитно. Отдельно отмечу, что теме СВО на вчерашней оперативке было отведено всего несколько секунд. Хабиров как-то мельком упомянул о том, что знамя башкирского полка вручили башкирскому полку, но да и ладно, как говорится. Вот это было странно и характерно. И непонятно, это просто Ради Фаридович захлестнула вот эта вот волна тщеславия от прошедшего форума или действительно что-то меняется. Но факт остается фактом, про СВО практически не говорили. Тем временем, дорогой Ради Фаридович решил не останавливаться на достигнутом, я имею в виду вот этот прекрасный форум, не делать пауз и, как говорится, дальше мчаться нон-стоп. И прямо сходу анонсировал в скором времени новый форум, новый фестиваль. Будет называться он «Башкирская лошадь», на который уже приглашены ученые-зоологи и любители верховой езды со всего мира из Тывы, Чечни, республики Татарстан, Казахстан, Азербайджана, Турции и Арабских Эмиратов. Зауральским регионам уже дано поручение формировать костюмированные отряды конных всадников, расставлять в нужном порядке юрты и заготавливать чак-чак и кумыс. Фестиваль должен пройти в Заурале, и, конечно же, задача его тоже стать межпланетным и международным. Ну, как-то уже, по-моему, много раз, и избыточное количество раз говорили, что форумов у нас в Башкирии больше, чем дней в году, но Ради Фаридовича, видимо, останавливаться не собирается. В общем, еле-еле отдышавшись, нехотя перешли к повестке дня. Хочешь не хочешь, но пришлось говорить про ЖКХ, про дороги. Исполняющая обязанности министра ЖКХ госпожа Голованова рассказала, что у нее был за истекшую неделю только один случай отключения коммунальных услуг более 8 часов и 14 случаев менее 8 часов. Всего же за ушедший июнь она фиксирует 232 факта отключения коммунальных ресурсов по республике. Надо отметить, что, исходя из доклада Головановой, внезапно снизилось количество дворников. На прошлой неделе она отчитывалась о том, что их 3400, а на этой у нее осталось всего 2900 дворников. Об уборке населенных пунктов. В работе по содержанию уличной дорожной сети, общественных и дворовых территорий, по информации муниципалитетов, на прошлой неделе было задействовано 1260 единиц техники и 3400 дворников. Об уборке населенных пунктов. В работе по содержанию уличной дорожной сети, общественных и дворовых территорий, по информации муниципалитетов, на прошлой неделе было задействовано 896 единиц техники, 2900 дворников. Доклад закончен. То есть сразу 500 дворников куда-то делись, и закрадывается подозрение, что либо Ирина Александровна приврала перед началом форума, либо они действительно разбежались после окончания форума. И зачем вообще Голованове говорить об этих дворниках? Вот этот странный показатель, на мой взгляд, свидетельствует о том, что ей вообще не о чем отчитываться. Ну, в принципе, нет никаких достижений в области ЖКХ, но о чем-то говорить надо. Господин Клебанов с присущей мрачной манерой доложил о том, что за неделю случилось 66 ДТП, пострадало 75 человек и погибло 13. Количество ДТП уже на 115 превысило тот же показатель за тот же период предыдущего года, а количество погибших только на 3 меньше, чем в прошлом году, и такими темпами уже к августу ситуация со смертностью на дорогах вернется к показателям 2022 года, которые, в свою очередь, не устраивали ни Путина, ни Храбирова. О ямочном ремонте сказать можно следующее. Клебанов до сих пор так и не проинспектировал все дороги в республике Башкортостан, хотя должен был не просто проинспектировать, а завершить ямочный ремонт к 15 июня. В некоторых районах республики объем выполненных работ по ямочному ремонту едва дотягивает до 50%. Такими темпами ямочный ремонт, судя по всему, мы закончим аккурат к Новому году и перейдем сразу же к новому сезону этого ямочного ремонта. В целом, по республике Башкортостан Клебанов с трехнедельным опозданием осилил только 87% ремонта выявленных дефектов. Это при том, что некоторое количество дорог так и не было обследовано вообще, то есть там неизвестно сколько дефектов. Хуже всего дела обстоят в Архангельском, Мечетлинском, Белокатайском, Менглинском, Федоровском и Шаранском районах. В этих районах отремонтировано около 30% дефектов. Чем вообще занимается этот самый Клебанов, становится совершенно непонятно. Транспорт в республике Башкортостан стремительно деградирует и не менее стремительно дорожает. Дорог он отремонтировать не может и не спешит. Чем, собственно, занимается этот чудо-министр, появляется такой совершенно обоснованный вопрос. И чем дальше, чем более понятно, что господин Клебанов занимается чем-то загадочным, но только не своими профессиональными обязанностями. Впрочем, эта ситуация нисколько не смутила Хабирова. Он в ответ на доклад Клебанова выдал ему дежурное большое спасибо. На оперативном совещании был еще один доклад про дороги, отдельный, про исполнение программы так называемой «фонящие дороги». Вот это вот совершенно кривое название, которое очень нравится, тем не менее, ради Фаритовичу. У меня складывается впечатление, что вот эти ребята, вот это наше все правительство, оно поняло, что задачу по ремонту, ямочному ремонту, текущему ремонту и вообще приведению дорог в надлежащее состояние выполнить они не в состоянии. И что-то надо с этим делать в плане отчетности. И они решили предпринять некий отвлекающий маневр. Создали свою маленькую программу по ремонту дорог, закинули туда чуть-чуть денег. И теперь, значит, планируют ее триумфально исполнить. И вокруг нее после этого плясать с бубнами и хвалить самих себя. Тем временем вопрос невыполнения федеральных программ по ремонту дорог должен, по их мнению, отойти на задний план. Не удивлюсь, что вот этот гениальный пиар-план исходил от госпожи Прочаковской. Ну, честно говоря, очень наивно выглядит. Но, кроме всего прочего, в этой идее есть еще и сугубо практический смысл. Дело в том, что контроль за расходованием денег в федеральных программах и в региональных программах очень разный. В региональные программы, как правило, федералы не особенно суют нос, если уж там нет совсем какого-то выпиющего воровства. И, соответственно, воровать деньги на региональных программах существенно проще. Возможно, в этом причина того, что зачем-то они начали плодить сущности и создавать все новые и новые программы по ремонту дорог. Тем временем, как старые, они не выполняют. Так вот, доклад Клебанова был как раз про эти самые фонящие дороги. Клебанов заявил, что на эту чудо-программу было выделено 4 миллиарда рублей. Ну, для дорожного строительства это не очень большая сумма. Их направят, вот эти 4 миллиарда, аж на 52 объекта дорог. И отремонтируют аж 182 километра этих дорог. Ну, то есть, несложный подсчет показывает, что средняя стоимость ремонта одного километра дорог по новой программе, которую залудили эти ребята составляет 22 миллиона рублей за один километр дороги. Ну, ладно, спасибо, хоть не миллиард рублей, как за ремонт улицы Галли в Уфе. Срок освоения этой суммы и исполнения программы Клебанов положил сам себе к 15 октября 2023 года. Ну, и, к слову сказать, эту замечательную программу они уже решили продлить на следующий год. То есть, еще не исполнив, они признали уже ее успешной. Честно признаться, вот это все вызывает недоумение. Даже механизм формирования списка дорог, которые будут ремонтироваться в рамках этой программы, это все на усмотрение Прочаковской. То есть, как вот она доложит, что, знаете, вот про эту дорогу нам много писем написали. Давайте ее отремонтируем. Ага, давайте отремонтируем. Вот примерно такой научный подход по ремонту дорог предложен в рамках этой программы. На самом же деле, это, конечно, все носит глубоко коррупционный характер. Если такая мадам, как Прочаковская, уполномочена решать, какие дороги ремонтировать, соответственно, тут появляются очень существенные соблазны каким-то образом сделать ее жизнь полегче, чтобы получить, например, подряд или ремонт дороги в своем районе. В общем, тут, конечно, широчайшее поле для злоупотреблений, которое, я нисколько не сомневаюсь, будет реализовано. Тем не менее, Хабиров выслушал Клебанова и строго ему сообщил, значит, что он должен, цитирую, «работы вести под ноль». Вот так выразился Хабиров. Что значит «работы вести под ноль» до конца непонятно. И звучит, правда, очень пугающе. Завершая оперативку, Хабиров все-таки припомнил Клебанову рост смертности в ДТП. Как-то сильно не стал бронить. В полголоса его поругал, сказал, что нужно с этим что-то делать. Но очень это все нежно выглядело, прям скажем. Чувствуется, что господин Клебанов очень устраивает Хабирова по какой-то загадочной причине. Ну, мы уже говорили о том, что результатов и движений в ведомстве Клебанова не наблюдается от слова совсем. То есть транспорт деградирует и дорожает, дороги, значит, не успевают ремонтировать и строить. Суммы какие-то заоблачные и явно коррупционные. Но, видимо, вместо ремонта дорог Клебанов умеет приносить Хабирову золотые яйца. Уже было собрались расходиться по домам, но вдруг Хабиров вспомнил о том, что, оказывается, стартовала избирательная кампания в госсобрание и как бы нужно ее провести. И что-то такое невнятное он там промемлил. Напомню, что в этом году Хабиров планирует насытить Курултай и Государственное собрание Республики Башкортостан своими непосредственными друзьями, товарищами, а также почему-то друзьями Мурзагулова. Речь идет о том, что в госсобрание отправляются Шамиль Валеев, Джефф Монсон, ну и еще разнообразные персонажи того же стиля. Кстати говоря, еще Хабиров туда сплавляет с глаз долой нескольких отработавших свой ресурс министров. Ну, например, таких, как Айбулат Хажин, как говорится, с глаз долой и сердце вон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова